Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда. В результате может вообще ничего не остаться. При первом свидании Гитлер не произвел на Гинденбурга никакого впечатления. Гинденбург сказал, этого человека назначить канцлером? Я его сделаю почти мейстером, пусть лижет марки с моим изображением. 24 марта 1933 года большинство Рейхстага, 441 голос против 94, принял решение о предоставлении канцлеру Гитлеру чрезвычайных полномочий на 4 года. После этого Гитлер повернулся к скамьям социалистов и крикнул, а теперь вы мне больше не нужны. Напоминаю, что в этот момент национал-социалисты имели в Рейхстаге 288 мандатов, социалисты – 118, коммунисты – 81, остальные 52 мандата. 14 июня 1934 года Муссолини в Венеции встречался с Адольфом Гитлером. Увидев своего гостя, сошедшего с самолета, Муссолини шепнул своему адъютанту, он мне не нравится. После переговоров Муссолини выразил свое впечатление о гости двумя словами – «болтливый монах». В мае 1935 года премьер-министр Франции Пьер Лаваль посетил Москву. На переговорах со Сталином он спросил, не могли бы вы сделать что-нибудь для поощрения религии католиков в России? Это бы очень помогло в делах с папой. Сталин воскликнул – «Папа, а сколько у него дивизий?». Все же ограниченный франко-советский пакт был заключен на обратном пути. Лаваль остановился в Кракове и присутствовал на похоронах Пилсудского. Там он встретился с Герингом и вел с ним самые сердечные беседы, в которых неоднократно выражал неприязнь и недоверие как к Советам, так и к Сталину. Немцы сумели эти высказывания моментально довести до сведения Иосифа Сырьевича.